О том, что ближний свет фар должен быть включен у каждого водителя без исключения, знают все. А вот как обстоят дела с соблюдением правил перевозки детей, а также как юные брещане пересекают проезжую часть, сотрудники госавтоинспекции решили проверить. Место для мониторинга выбрали подходящую среднюю школу номер 16, куда с самого утра спешат как дети, так и взрослые. По доброй традиции, сотрудники милиции общественной безопасности в преддверии нового учебного года несут службу по надзору за дорожным движением вблизи учреждений образования. Связано это в первую очередь с тем, что за период длительных школьных летних каникул многие несовершеннолетние забыли правила безопасности. И для того, чтобы адаптировать учащихся к соблюдению ПДД, для того, чтобы где-то помочь детям безопасно пересечь проезжую часть, а также осуществить мониторинг, как родители подводят к учреждению образования несовершеннолетних, в первую неделю учебного года сотрудники милиции общественной безопасности будут дежурить около всех учреждений образований в Брестской области. Длительные каникулы расслабляют детей и возвращаясь в школу, многие забывают об элементарных правилах безопасности, подтверждают вышесказанные статистики, данные которой неутешительны. Хотела бы отметить, что, к сожалению, с начала текущего года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых два ребенка погибли. Это ребенок-пешеход и ребенок-пассажир, а также 41 несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести. Основной удел дорожных аварий приходится всегда у нас на школьные летние каникулы. Исправить ситуацию настроены представители дорожной милиции, которые на протяжении 7 дней будут не только пристально следить за взрослыми и юными участниками дорожного движения вблизи учреждений образования, но и напоминать о правилах. Среди тех, кто получил краткий ликбез от представителя ГАИ была семья Трофимчук. Здесь правила дорожного движения не только знают, но и соблюдают все, как взрослые, так и дети. Конечно, пока она не перейдет дорогу, я не уезжаю, она знает, что мама смотрит, пока она перейдет дорогу, потом только я спокойно могу ехать. Она знает, да, даже моя младшая знает, все знают правила дорожного движения, у нас в семье соблюдаем. В этой семье хорошо понимают, что родителям необходимо собственным примером учить детей. Только так можно предотвратить дорожные аварии с участием несовершеннолетних. Родителям несовершеннолетних необходимо каждое утро, отправляя ребенка в школу, либо на занятия, на какие-либо секции, напоминать правила безопасного поведения на дороге. Собственным примером обучать детей правильному поведению на проезжей части. Не нарушать правила перевозки пассажиров в салоне транспортного средства. Ну а водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными при проезде учреждений образований, а также вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Ведь именно это место самое опасное, и дети могут выйти на проезжую часть неожиданно. Каждый водитель должен быть готов к этому выходу. Ирина Левчук, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.